Это полный гайд по мигджеп. Видео получилось довольно большое и о некоторых моментах я хотел бы рассказать в начале. Чтобы вам было проще ориентироваться, я начну рассказывать с самого первого окна по списку. Также в описании есть таймкоды к каждому окну мигджеп. Помимо этого видео есть еще и полное руководство в Steam. Вы можете пользоваться им, так как там есть много информации на которую я ссылался даже в видео. Автоматическая посадка самолетов В Kerbal Space Program есть три взлетно-посадочных полосы. На острове, пустыне и аэродром Kerbal Space Center. У каждой полосы есть свой номер, он означает сторону, с которой самолет будет заходить на посадку. Этот номер нарисован на полосе, но не на всех аэродромах. Включайте автопило только тогда, когда самолет находится на большой высоте от 1000 метров и вблизи аэродрома, на который вы планируете совершить посадку. Иначе самолет может просто врезаться в землю или горы. Сначала выбираем аэродром и сторону. Автолэнд активирует автопилот, а борт его отключает. Здесь отображается дистанция в реальном времени до полосы. Этот параметр показывает маркер на навигационной сфере, который указывает направление автопилота. Это данные по глиссаде, оптимальная траектория, позволяющая совершать наиболее безопасное приземление. При слишком крутом угле самолет врежется в землю, а при недостаточно большом не попадет на полосу. Чем больше значение, тем выше будет самолет над полосой в момент приземления. Скорость ближения. Скорость самолета при выполнении маневра захода на посадку. Скорость приземления. Скорость самолета при касании полосы. Эти три параметра настраиваются вручную для каждого типа самолетов, с учетом их массы, габаритов и подъемной силы. Их можно настраивать непосредственно в полете перед посадкой. Тестируйте автоматическую посадку на самолетах, которые есть в игре, по умолчанию, так как они очень хорошо сконструированы. Для больших самолетов выставляйте более высокие значения скорости захода на посадку. Путем проб и ошибок у вас должно все получиться. Еще учитывайте то, что самолет отлетает от полосы на расстояние около 40 километров, потом разворачивается и выполняет заход на полосу. Инверсия тяги при посадке. Если двигатели самолета имеют возможность реверса и параметр включен, реверс двигателей включится сразу после касания взлетно-посадочной полосы. Торможение после посадки. Если параметр активирован, после касания взлетно-посадочной полосы автопилот включит тормоза посадочных стоек. Желательно еще в ангаре снизить эффективность передних тормозов. А если скорость захода на посадку слишком большая, передние тормоза лучше совсем отключить и снизить эффективность задних посадочных стоек. Так как из-за торможения на большой скорости самолет может занести и он перевернется. Стадия сообщает, что именно делает автопилот в данный момент и куда направляется самолет. Расстояние до следующей путевой точки. Целевая скорость, целевая высота, целевая вертикальная скорость, целевой курс. Это данные промежутка путевых точек, в которых находится самолет. При подлете к полосе автопилот автоматически выпускает шасси, после касания включает реверс и тормозит до полной остановки. Затем автопилот отключается. Обратите внимание, что после отключения автопилота дроссель газа возвращается в то положение, в котором он был, когда вы включили автопилот. Поэтому будет безопаснее, если перед включением автопилота вы сначала сбросите тягу до нуля, нажав на X, а уже потом включите автопилот. Автопилот самолета. Микджеп может удерживать самолет на заданном вами курсе, высоте и скорости. Это очень полезная функция для длительных путешествий. Engage Autopilot – активирует автопилот, но перед включением его нужно настроить. Altitude Hold – удерживание высоты. Vertical Speed Limit – вертикальный предел скорости подъема или спуска на эту высоту. Harding Hold – изменение азимута. Roll Limit – предел крена самолета при смене азимута. Если у вас большой самолет или слабые двигатели, выставляйте минимальное значение. Таким образом увеличится радиус разворота и самолет не потеряет управление. То же самое касается и Vertical Speed Limit. Параметр Roll Hold с его помощью задается в удержании крена самолета. Таким образом можно летать над одной точкой. Speed Hold – удержание скорости самолета. Speed Regulator – пропорционально интегрально дифференцирующий регулятор. Настройка его параметров также распространяется на предыдущий модуль – Aircraft Approach and Auto Land. Эти значения отвечают за то, как часто автопилот будет корректировать тягу, вертикальную скорость, крен, рысканье и предел контроля рысканий самолета. Изменение этих параметров влияет на плавность управления, а разница особенно будет заметна между большими и маленькими самолетами. Внесенные изменения сохраняются для каждого типа судна, а одноименные суда будут иметь общую настройку. Более подробно о PIT регуляторе написано в Steam руководстве. Ascent Guidance или Руководство по выходу на орбиту. Это один из самых востребуемых модулей MechJab. Он позволяет выводить ракету на устойчивую орбиту в автоматическом режиме. Запуск также может производиться к цели на орбите или в плоскость ее цели. Engage Autopilot – включение автопилота. В Ascent Guidance очень много параметров, и большинство из них настраиваются единожды, поэтому неиспользуемые параметры можно частично скрыть или показать. Кнопка Target показывает целевую орбиту и ее наклон, а с выбранной целью ее параметры. А кнопка Options отображает все настройки и параметры. Orbit Attitude – высота орбиты, на которую должна выйти ракета. Orbit Ink – это наклон в градусах для конечной орбиты. Show Ascent Naviball Guidance – показать маркер направления на навигационной сфере. У меня эта функция не работает. Prevent Overheats – предотвращает перегрев двигателей. Limit Q2 – уменьшить тягу двигателей до, если оказанное давление на ракету превысит указанное значение. Измеряется в паскалях. Limit Acceleration 2 – предельное ускорение до. Если включить параметр, автопилот будет ограничивать скорость ракеты до указанного значения. Limit Throttle 2 – ограничить тягу двигателей в процентах. Этот и предыдущий параметр не может ограничивать тягу твердотопливных ускорителей, так как они работают до выгорания всего топлива, и их тяга не регулируется. Keep Limited Throttle Over – параметр связан с Limit Q. При избыточном давлении двигатели ограничивают свою тягу, но не ниже указанного процента. Желательно настроить, если вы включили Limit Q, но у ракеты отсутствуют гиродины или стабилизаторы, а контроль ориентации аппарата в пространстве осуществляется только векторной тягой двигателей. Electric Limit Low – параметр нужен для контроля расхода электроэнергии ионными двигателями. Force Roll – сразу после взлёта ракета развернётся вокруг своей вертикальной оси. Используйте этот параметр для шаттлов и аппаратов с неравномерным центром тяжести. Но будет проще не забыть и развернуть вашу ракету прямо в ангаре. Limit AOA 2 – этот параметр отвечает за угол наклона ракеты при снижении давления. По умолчанию 20 000 паскалей. Автопилот начнёт менять угол атаки для выхода на орбиту. Корректив Steering – это усиление корректирующего ролевого управления. Может пригодиться, если у ракеты плохой отклик на команды автопилота. Auto Stage – это автоматический сброс использованных ступеней ракеты. По умолчанию сброс пустых ступеней происходит через 0,5 секунды после того, как в них закончилось топливо, а через одну секунду запуск двигателей следующей ступени. Clump Auto Stage Thrust – эта функция не работает должным образом, так что оставьте значение по умолчанию в 0,99%. Stage Firing Swing – это сценарий сброса обтекателя. По умолчанию сброс происходит при снижении динамического давления до 5 паскалей, или по достижению высоты в 50 км, или снижению плотности теплового потока до 1135 Вт на квадратный метр. Stop at Stage – если вы хотите сбросить какую-то ступень самостоятельно, укажите ее номер. MechJab сбросит ступени, находящиеся до нее, а указанную ступень трогать не будет. Support Hot Staging – эта функция тоже не работает должным образом, так что просто не трогайте ее. Auto Deploy Solar Panels – автоматическое раскрытие солнечных панелей на орбите. Auto Deploy Antents – автоматическое развертывание антенн на орбите. Auto Warp – автоматическое ускорение времени до следующего маневра. Skip Circularization – пропустить маневр по подцентре. Автопилот выведет ракету на заданную вами высоту . Но включать двигатели для завершения маневра не будет, полет получится суборбитальным. Включить Ascent Pattern Editor – это окно изменяет параметры выхода на орбиту. В автоматическом режиме устанавливается высота и скорость. Финальный угол траектории полета. Маневр выхода на орбиту начинается, когда высота или скорость достигнет указанной. Красная линия показывает предполагаемую траекторию взлета. А белая линия показывает текущую траекторию полета. Automatic Altitude Turn – отключить автоматический режим. Turn Start Altitude – по достижению указанной высоты аппарат начнет поворот. Turn Start Velocity – или поворот начнется по достижению указанной скорости. Turn and Altitude – на указанной высоте угол тангажа зафиксируется на значении указанном ниже. Финальный угол выхода траектории полета. По умолчанию аппарат достигший предыдущего значения летит с наклоном в 0 градусов. Turn Shape – плавность угла наклона аппарата. Если ваша ракета нормально выходит на орбиту, ничего не меняйте, так как эти параметры оптимальны и в общем это касается всего Ascent Guidance. Также Ascent Guidance может запускать ракету в плоскость цели или к самой цели. Это подразумевает, что на орбите ваше расстояние с целью будет минимальное, а вы сэкономите кучу топлива. Для начала нужно выбрать цель, когда вы находитесь на стартовой площадке. Launch to Rendezvous – этот параметр отвечает за запуск ракеты непосредственно к самой цели. Так по завершению маневра ваше расстояние до цели будет минимальное, но обязательно нужно указать высоту орбиты цели – в Orbit Attitude. А наклон орбиты рассчитывается автоматически. Launch to Plan of Target – запуск в плоскость цели. Так конечная орбита будет иметь такую же плоскость, направление, радиус, как и у цели. Это наглядный пример запуска ракеты в цель. После активации автопилота время ускоряется до момента, когда космическая станция окажется под пусковой площадкой. Отчитываются последние секунды до старта и ракета взлетает. Желтая орбита – это орбита космической станции, выбранной цели, в которой летит ракета. Я уже говорил, что нужно указывать высоту орбиты цели. А если орбита не круглая, как сейчас, а эллиптическая, то указывается среднее значение высоты. Автопилот создает узел маневра, и после его выполнения, в этой точке ракета и космическая станция оказываются на самом близком расстоянии друг к другу. Я рассказал вам только о первом профиле в Ascent Guidance, но их всего три, и переключаются они здесь. Первый Classic Ascent Profile, о котором я рассказывал, является самым популярным и часто используемым профилем. Stock Style Gravity Turn. У этого профиля есть параметр Intermediately Attitude. Он отвечает за биолептическую переходную орбиту. В некоторых случаях биолептический переход требует меньших затрат Delta V, чем взлет с использованием Classic Ascent Profile. Взлет с Classic Ascent Profile происходит в два этапа. Взлет. Включение двигателя его по центре. И конечная стабильная орбита. В Stock Style Gravity Turn к этим двум этапам добавляется третий, промежуточная фаза. Ракета взлетает и достигает высоты, указанной в Intermediately Attitude. Включается двигатель и выводит ракету на промежуточную орбиту. А далее завершающий маневр. Двигатель включается в третий раз перед центром. И конечная стабильная орбита. Сразу изменяйте значение по умолчанию. Высоту в Intermediately Attitude выставляйте от 70 км. Turn Start Attitude. Начальная высота в километрах. По ее достижению начинается гравитационный поворот. Turn Start Velocity. Или начать гравитационный разворот по достижению указанной скорости. Turn Start Patch. Изменить угол тангажа. С этого угла тангажа начнется гравитационный разворот. Intermediately Attitude. Промежуточная фаза. Это значение может быть равным конечной высоте орбиты, чтобы пропустить промежуточную фазу. Primer Vector Guidance. Это последний профиль в Ascent Guidance. Этот профиль выводит ракету на орбиту в режиме непрерывного горения, в один этап. Двигатели ступени работают на 100% без дросселирования с момента запуска и до достижения конечной орбиты. Такой запуск очень затратный, но более быстрый, так как с момента запуска и до конечной стабильной орбиты требуется около 4 минут. Учитывайте то, что вам нужна ступень, которая будет гореть непрерывно до достижения конечной орбиты, а вам потребуется примерно 4600 Дельта Ви для достижения орбиты в 100 км. Altitude Adjustment Altitude Adjustment это окно, где можно настроить управление и включить отображение центра массы, центра подъемной силы и вектора тяги. По умолчанию все это можно посмотреть только в ангаре, при конструировании ракеты или самолета. А с использованием Altitude Adjustment эти данные станут доступны в реальном времени. Этот параметр изменяет радиус сферы отображения. Также в Altitude Adjustment можно включить отображение стрелок направления движения, направления орбитальной скорости, направления тяги, направления носа аппарата. В Steam руководстве есть более подробное описание некоторых параметров. Так как этот модуль очень редко используется игроками, я не стал углубляться в изучение и перевод всех его параметров. В окне Custom Window Editor можно настроить цвет окон, их прозрачность, удалить или добавить новое окно, или изменить цвет окна. Title. Здесь отображается название окон. Стрелочками можно перемещаться по списку окон, которые активны в меню McJap. Окно можно переименовать, написав его название на русском. Show In. Отвечает за то, где будет отображаться окно, имеется в виду в меню McJap. Допустим, если окно информации о судне вы используете и в полете, и в ангаре, поставьте соответствующие галочки под Flight и Editor. А окно Orbit Info совсем не нужно в ангаре, поэтому галочка на Editor не стоит. Параметр Background отвечает за настройку цвета окон и их прозрачность, а текст за настройку цвета текста. Но перед этой настройкой необходимо включить Overlay. Теперь можно изменять цвет и прозрачность окон. Locket блокирует перемещение окна, а Compact уменьшает интервал между строк. В Windows Contents отображаются все параметры, которые находятся в выбранном окне. Их можно менять местами, удалить или добавить что-то свое, выбрав нужное окно, а далее выбрав тот параметр, который вам нужен. Также можно создать свое окно, нажав New Window, а затем переместить в него нужные параметры. Еще ниже находятся окна по умолчанию. Если вы ранее что-то удалили, то восстановить окно можно отсюда. Модуль Docking Autopilot поможет со стыковкой на орбите. Для его активации нужно выбрать стыковочный порт цели, и в меню порта нажать задать цель. Затем выбрать стыковочный порт вашего корабля, нажать на него правой кнопкой мышки, а далее выбрать в меню управлять отсюда. Autopilot Enabled, включение автопилота. Speed Limit, скорость сближения с целью. Overrate Safe Distance, это безопасное расстояние. С этого расстояния аппарат будет гасить свою скорость, вплоть до 0.1 м в секунду. Затем следует стыковка. Overrate Start Distance, начальное расстояние сброса скорости. Этот параметр показывает рамку цели вашего аппарата. Параметр Dumbbounding Box Info должен показывать информацию о рамке или размере судна, но возможно этот параметр не работает. Это данные начального и безопасного расстояния. Force Roll, крен относительно цели. Если вы хотите добиться идеальной ровной стыковки с объектом, включайте этот параметр. На большом расстоянии никогда не получается выбрать стыковочный порт цели, поэтому загорается предупреждающая надпись, что цель не является стыковочным портом. Несмотря на это предупреждение, автопилот продолжит работу и сам выберет стыковочный порт. Но стоит учитывать то, что автопилот не может определить занят или свободен стыковочный порт, поэтому не игнорируйте это предупреждение и при сближении с целью обязательно выберите стыковочный порт. Чтобы стыковаться на большом расстоянии, когда нет возможности переключиться на цель, нажмите F4 и появится маркер цели, а далее кликните два раза левой кнопкой мышки по этому маркеру, а для более точной и плавной стыковки отключайте магниты на портах еще в ангаре. Flight Recorder. Этот модуль выводит данные о полете в виде графиков. Это пауза записи. Переключение построения графиков. Либо от горизонтального расстояния до точки старта, либо от времени. Время со старта или с момента сброса Flight Recorder. Сбросить данные и сбросить масштаб. AutoScale изменяет формат отображения графиков, а правее изменяется масштаб окна. RealAtmo изменяет градиент заднего фона, который отображает настоящую высоту. Следующие обозначения отображаются на графике. Сброс ступени. Высота над уровнем моря. Высота с учетом рельефа местности. Ускорение. Скорость. Орбитальная скорость. Масса. Аэродинамическое давление. Положительный угол атаки. Отрицательный угол атаки. Рысканье. Угол тангажа. Расход Дельта Ви. Гравитационные потери Дельта Ви. Потери Дельта Ви из-за сопротивления атмосферы. Потери Дельта Ви на изменение ориентации. Модуль Landing Guidance предназначен для автоматизации и упрощения процесса посадки. Как с использованием парашюта, так и двигателей. Enter Target Coordinates. Вести координаты посадки. При этом маркер предполагаемого места посадки появится на карте. Кнопки смещения пригодятся для предотвращения посадки вашего корабля поверх другого. Pick Target on Map. Указать место посадки на карте. Это меню отображается только если вы находитесь на Кербине или его орбите. Здесь можно выбрать место посадки на Кербине. Всего их 4. Стартовая площадка Kerbal Space Center. Аэродром Kerbal Space Center. Аэродром Пустыни. И стартовая площадка Boomerang. Кнопкой Set подтверждается выбранное место. Параметр Show Landing Predictions отображает визуальные прогнозы на посадку. Спрогнозировать орбиту с учетом трения об атмосферу. Показать траекторию снижения. Показать траекторию с просчетом аэродинамики крыльев. И включить маркер, показывающий место посадки. Эти параметры работают и в режиме ручной посадки. Так что они могут полностью заменить mode trajectories. Land at Target. Приземлиться в указанную цель. Land Somewhere. Приземлиться где-нибудь. Автопилот сам выберет место для посадки. Touchdown Speed. Скорость касания с поверхностью. Автоварп. Автоматическое ускорение игрового времени. Deploy Landing Gear. Автоматический выпуск посадочных стоек. Stage Limit. Выпуск посадочных стоек до определенной ступени. Автоматическое развертывание парашютов. Stage Limit регулирует открытие парашютов до определенной ступени. Use RCS for Small Adjustment. Использование двигателя RCU для небольшой корректировки. Когда автопилот активирован, появляется прогноз посадки. А ниже написаны предполагаемые координаты посадки. Высота над уровнем моря. Название игровой локации. Разница в расстоянии относительно цели. Максимальная тяга. Требуемое количество дельта вит для посадки. И время до посадки. Для приземления на кербин воспользуйтесь этим окном. И выберите место посадки. У вас должен быть запас топлива для корректировки. Даже если вы используете парашюты. Часто Landing Guidance работает неправильно на планетах с атмосферой. И посадка происходит очень далеко от запланированного места. Не знаю с чем это связано. Я много проводил экспериментов и у меня получилось добиться идеальной посадки в одну точку. Ссылку я оставлю под видео на стим мастерскую. Там вы сможете скачать эту ракету и испробовать автоматическую посадку на кербине. Что касается посадки на тела без атмосферы. Здесь все работает отлично. Можно просто выбрать цель на поверхности и включить автопилот. Который посадит ракету с высокой точностью в указанную точку. Также если вам нужно сменить место. Допустим чтобы собрать данные. Вы просто взлетаете самостоятельно. А затем активируете Land Somewhere. И автопилот сам выберет место и посадит ракету. Я устал. Устал возиться с этим модулем. Его точная посадка на планетах с атмосферой просто не работает. Что я только не пробовал чтобы приземлиться у Kerbal Space Center. Нужно выставлять место посадки с огромным упреждением. Но все равно автопилот начинает делать какие-то бесполезные действия. Сжигает огромное количество топлива. Естественно маркер будет сдвигаться из-за трения в верхних слоях атмосферы. Но почему бы не просчитать с упреждением учитывая фактор трения об атмосферу. Это же все работало и у меня получалось сажать ракету одну за другой почти в одно и то же место. Не знаю что и как влияет на его работу. Уж точно не сброс настроек. Я уже на стадии монтажа этого огромного видео. Но не рассказать об этом я просто не мог. Так как многие столкнутся с этой проблемой. И к сожалению ответов у меня нет. Модуль маневр Note Editor используется для точной настройки маневровых узлов. Для его активации сначала нужно создать узел маневра. Первые три параметра отвечают за изменения предстоящего маневра. Paragrade – по движению и против движения. Radial – это радиально наружу и радиально внутрь. И параметр Normal, который настраивает нормаль и антинормаль. Окна слева отображают внесенные вами изменения, предстоящий маневр. Сюда можно писать свое значение или сбросить все по нулям. По нажатию кнопок минус и плюс изменяется орбита. А окошки справа отображают шаг, на который будет изменяться орбита. Сам шаг изменяется ниже. Кнопка Update подтверждает введенные значения. Shift Time изменяет время маневра. В окне выставляется время, на сколько будет переноситься предстоящий маневр. Snap Note 2 привязывает узел маневра ко по центру или перед центру. Это режим отрисовки траекторий. Он также меняется в настройках игры. Изменения будут заметны тогда, когда ваша траектория будет пересекаться со сферой влияния другого небесного тела. Execute Next Node запускает автопилот, который выполняет предстоящий маневр. А если вы создали два и более маневровых узла, то еще появится кнопка Execute All Nodes, по нажатию которой автопилот выполнит предстоящий маневр и все последующие за ним. А вы тем временем можете сходить и сделать себе чай или кофе. Вообще, после обновления Kerbal Space Program нам стал доступен режим маневров. И с ним также удобно работать. Разве что он не умеет автоматически выполнять эти маневры. Поэтому маневр Node Editor не слишком востребованный. Еще из-за того, что следующий в списке мод умеет делать все то же самое, но его функционал намного шире. В окне маневр Planner содержится много модулей для разного типа задач. Переключаются они здесь. Advanced Transfer to Another Planet. Этот модуль минимизирует затраты Delta V на межпланетные перелеты, вычисляя такое время отправления, когда планеты будут на самом оптимальном расстоянии друг от друга. Для активации модуля необходимо выбрать в качестве цели планету, на которую вы собрались лететь. Градиентная карта показывает расход Delta V в определенных временных промежутках. Синим цветом отображаются промежутки времени, в которых вы потратите наименьшее количество топлива на маневр. Чтобы приблизить карту, нужно зажать на ней левую кнопку мышки и выбрать область увеличения. Под картой в левом углу отображается значение Delta V. Когда вы перемещаете курсор по карте, это значение меняется. В правом углу кнопка Reset. Она отвечает за сброс масштаба карты. Напротив надписи Select есть две кнопки. Loves Delta V и AS IP. Первый автоматически выбирает окно старта с самыми наименьшими затратами Delta V. А вторая – ближайшее для вылета окно. Топлива вы потратите больше, чем в первом случае. Зато вылетите раньше. Departure – это время ожидания маневра. А Transit Duration – время в пути. Время изменяется, если водить мышкой по карте. Или выбрать Loves Delta V. Или AS IP. Execute Next Node запускает автопилот. Pork Chop Selection переключает режим работы. А Include Capture Burn прочитывает путь с затратами Delta V на торможение у планеты назначения. Remove All Nodes удаляет все узлы маневра. А Create and Execute создает узел маневра и автоматически выполняет его. Второй режим работы – Limited Time. В этом режиме, если нажать на Create Node, в окне Max Arrival Time появится оптимальное время вылета. Вылет можно отложить на любое нужное вам время. А маневр-планер подберет оптимальное окно с наименьшими затратами Delta V к этой дате. Следующий модуль в маневр-планер используется для сближения с судами или лунами, находящимися в одной сфере влияния. Так, находясь на орбите Кербина, можно создать узел маневра на Minmus или Munu. Здесь выбирается условие для создания узла маневра. По умолчанию узел маневра создается в оптимальное время. Со второстепенными модулями можно изменять аппоцентр, изменить аппоцентр и перецентр, изменить наклон орбиты, изменить долготу восходящего узла, изменить перецентр, изменить большую полуось, изменить долготу аппоцентра, создать круглую орбиту, настроить ближайший подход к цели, перехватить цель в выбранное время, сопоставить плоскость орбиты с целью, сопоставить скорость с целью, изменить соотношение новой орбиты к старой. А также здесь есть модуль возвращения с Муны. С помощью этого модуля можно вернуться не только с Муны на Кербин, но и с орбиты любого другого естественного спутника, на орбиту планеты, вокруг которой он вращается. Модуль RCS Balancer не работает, я пробовал его запустить не один раз и много искал информации о его функциях. Модуль работал на предыдущих версиях мигджеба или версиях игры, но сейчас от него нет никакой пользы, да и раньше он особо пользы не приносил, так что просто пропускайте этот модуль. Рандеву Autopilot помогает сойти с цели на орбите. Для его активации сначала нужно выбрать цель. Важно, чтобы вы и выбранная вами цель находились в одной и той же сфере влияния планеты или спутника. Автопилот не будет работать, если вы, допустим, находитесь на орбите Кербина, а цель выбрали на орбите Муны. Рандеву Target показывает выбранную вами цель. Engage Autopilot активирует автопилот. Параметр Desert Final Distance задает желаемое конечное расстояние при сближении с целью. Max of Facing Orbits – это максимальное количество созданных автопилотом промежуточных орбит для достижения цели. Рандеву Planner имеет расширенный функционал и гибкие настройки корректировки орбиты для последующего сближения с целью. Но сначала нужно выбрать цель. Рандеву Target показывает выбранную цель. Это целевая и текущая орбита, относительный наклон орбиты, время до ближайшего сближения с целью. Кнопка Align Plans выравнивает наклон орбиты относительно цели. Establish New Orbit Add – устанавливает новый диаметр орбиты. Этот параметр отвечает за перехват цели в точке сближения. Следующее значение – уравнивает скорость при ближайшем подходе к цели. Get Closer создает узел маневра для перехвата цели. Ровер Autopilot управляет наземным транспортом. С его помощью можно задавать курс и скорость, а также прокладывать путевые точки, по которым ровер будет двигаться самостоятельно. Houding Control включает контроль направления. А в графике Houding указывается направление движения. Houding Error показывает отклонение от заданного направления. Speed Control включает контроль скорости. В графе Speed указывается скорость движения. Speed Error показывает отклонение от заданной скорости. При включении параметра Stability Control, Autopilot будет использовать геродины, чтобы удерживать ровер в ровном положении. Это означает, что если вы совершили прыжок, Автопилот попытается выровнять ровер наилучшим образом, чтобы приземлиться максимально ровно. Break On Pilot Eject – тормоз при выбросе пилота, и этот параметр работает только на пилотируемых кербонавтами роверах. Break On Energy Deplation – тормоз при малом остатке электроэнергии. Warp Until Day if Deplated – автоматическая перемотка времени на день, если у ровера сели батареи. Target Speed – целевая скорость, скорость которую пытается достичь автопилот. Warpoint Index – это номер маршрутной точки, в которой сейчас находится ровер, и общее число точек. Warpoints – это меню настройки путевых точек. Еще два параметра появляются после выбора цели, это ToTarget – двигаться к цели, и AtTarget – добавить цель. В окне Rover Warpoints можно создавать путевые точки, по которым будет двигаться ровер. Созданные таким образом маршруты можно сохранять и использовать в дальнейшем. Внизу находятся кнопки для управления путевыми точками. At Warpoint добавляет новую путевую точку – конец маршрута, или перед выбранной в данный момент путевой точкой. Чтобы выбрать уже созданную путевую точку, просто нажмите на нее, и она загорится зеленым цветом. А на самой карте, над этой точкой появится красный маркер. Чтобы создать путевую точку, просто нажмите левой кнопкой мышки по местности, или сделайте это в режиме карты. А для облегчения построения цепочки маршрута, удерживайте Alt, и в то же время нажимайте правой кнопкой мышки на ландшафт, или цель, в режиме карты. Так вы сможете добавить больше точек без необходимости повторного нажатия кнопки At Warpoint. Кнопка Remove удаляет выбранную путевую точку, а с зажатым Alt удаляются все точки. Кнопки Up and Down перемещают выбранную точку на одну строчку вверх или вниз, а с зажатым Alt можно переместить ее в самый верх списка или самый низ соответственно. Если зажать Alt и нажать левой кнопкой мышки по путевой точке, она станет приоритетной для автопилота, и он направится к ней в первую очередь. Также у выбранной путевой точки отображается ее радиус, скорость, которая будет удерживаться внутри радиуса. Кнопка QS отвечает за быстрое сохранение игры, выбранной путевой точки. При включении путевая точка будет подсвечиваться желтым цветом. Ниже указаны координаты путевой точки, таким образом можно создавать замкнутые путевые маршруты. После создания точек маршрута их можно сохранить. Для этого нужно нажать на Routes, а затем написать название маршрута, и нажать кнопку Save. Сохраненный маршрут можно удалить или загрузить, выбрав сначала маршрут, а затем нажать кнопку Load. Для запуска автопилота по маршруту нужно нажать кнопку Drive. В этом окне содержатся настройки PID-регулятора, настройки тяги и торможения, и прочие параметры контроля управления. Описание и перевод параметров смотрите в Steam руководстве. Но если ваш автопилот отлично справляется с управлением ровера, лучше ничего не меняйте. Скриптинг модуль полностью автоматизирует последовательность запуска модулей, а написание сценария не такая уж и сложная задача, хотя и занимает какое-то время. Но есть одна проблема, о которой я должен вам рассказать. Созданные сценарии не сохраняются. Я искал ответы на форумах, Reddit, в Steam, в сообществе, но безуспешно. Сохранение сценария – это, пожалуй, самая главная функция в этом модуле. И, к сожалению, пока все, что вы здесь напишите, удаляется после перезагрузки игры. Я обязательно опубликую новую информацию по скриптинг модулю в Steam руководстве, и добавлю новые примеры сценариев, как только решение проблемы будет найдено. А пока давайте я расскажу вам об этом модуле подробнее. Кнопка Start запускает сценарий, а кнопка Reset перезаписывает его. Hide Add Action показывает или скрывает этот раздел. Compact уменьшает размер окна. Clear All удаляет все созданные действия. Global Memory – глобальная память. И Vessel Memory – память судна. Сценарий можно сохранить в глобальной памяти. Так он будет доступен для каждого аппарата. Или сохранить его Vessel Memory. Так он будет доступен только для этого аппарата. Слот отсюда загружается сценарий. Стрелочка добавляет название слоту. Христик очищает слот. Save сохраняет изменения в слоте. Allow загружает выбранный слот. В обкладке Add Action добавляется действие. Для удобства они разделены по группам. Всего их 12. С их помощью можно выбрать стыковочный порт. Переключиться на другую ракету. Отстыковать ступень. Или запустить двигатель. Scripting Module также может запускать модули автопилота, отстыковки или посадки. В группе Time можно установить таймер. Поставить выполнение сценария на паузу. Включить ожидание до момента. Или включить ускорение до. Работает это следующим образом. Допустим, Wait For. Ожидание до момента. Я выбрал момент Attitude. Высота. Высоту выставил в 70 000 метров. За этим действием я подставлю активацию ступени. Получается, когда ракета достигает высоты в 70 000 метров, активируется отстыковка ступени. Этот сценарий можно продолжить. Опять добавляю параметр Attitude. Но уже поставлю высоту в 1000 метров. А далее активация ступени. Но в этот раз уже активируется парашют по достижению высоты в 1000 метров. Здесь можно выбрать Next Stage, следующая ступень по списку. Или выбрать номер нужной ступени. А условием выполнения действия может быть не только высота. Полный перевод есть в Steam руководстве. В группе Docking можно отделить выбранный стыковочный порт. Открыть или закрыть щит экранированного стыковочного порта. Выбрать стыковочный порт целью. Первый стыковочный порт будет целью. А второй порт выбирается как управлять отсюда. По нажатию кнопка глаза подсвечивает выбранный стыковочный порт. Группа Target. Target Dock. Тот же самый параметр, не знаю почему он здесь повторяется. Первый стыковочный порт будет целью. А второй выбирается как управлять отсюда. Target Buddy. Выбрать космическое тело как цель. Группа Control. Control From. Управлять от выбранного командного модуля. Если на ракете есть два и более командных модуля, между ними можно переключиться. А также есть возможность переключаться на аппараты, которые находятся поблизости. Они тоже будут отображаться в списке. Reaction Control System. Включение и выключение РСУ. Использовать двигатели РСУ для движения. Использовать двигатели РСУ для вращения. Ваша скорость относительно цели будет нулевой. SAS. Включение или выключение системы автоматической стабилизации. Switch Vessel. Переключает управление судном. Не путайте с Control From. Разница между ними в том, что Control From переключает управление на выбранный аппарат, а игровая камера остается на прежнем аппарате. А Switch Vessel переключает управление и камеру. Группа Crew. Экипаж. Здесь можно выбрать кербонапта и пересадить его из одного модуля в другой. Группа Trajectory. Это модуль Manager Planner. О его функциях я уже рассказывал. Execute Node. Запускает выполнение узла маневра. Группа ступеней и двигателей. Staging. Активирует ступень. По умолчанию активируется следующая ступень по списку. Но ступень можно выбрать и по номеру. Activate Engine. Активирует выбранный двигатель. В настройках задается допустимые отклонения и время выполнения. Группа модулей содержит в себе все модули о которых я уже рассказывал. Это умная стабилизация. Автопилот. Стыковка. Посадка. Автоматическое сближение с целью на орбите. Перед добавлением модуля его можно настроить, нажав на кнопку с глазом. А затем после настройки на плюсик, чтобы добавить его. Группа сохранить. Загрузить. Действия. QuickSave выполняет быстрое сохранение игры. Load Script загружает сохраненный сценарий слота. Так что вы можете написать большой сценарий, который потом загрузит еще один большой сценарий. И так далее. Action Group. Это группа действий. Аварийная. Она настраивается в ангаре. Тормоза. Кастомная группа. Клавиши от 0 до 9 тоже настраиваются в ангаре. Посадочные стойки. Свет. Это действие наверное не назначено. RSU. SAS и ступень. Программ логик. Это программа логики. Здесь можно выбрать повторение действия. Выполнить действие если. Допустим если скорость будет такой-то. То запускается действие от стыковки ступени. А если скорость не достигнет указанной. То действие не запустится. Параллель. Позволяет запускать действие параллельно. Допустим для выхода на орбиту. Мало запустить один модуль автопилота. Он же не запустится пока пусковая мачта держит ракету. Для этого я добавляю параметр staging. Который активирует следующую ступень. То есть пусковую мачту. А затем включается автопилот. Это происходит мгновенно. Но можно это сделать и в компактном варианте. Создав параметр параллель. А затем в первую панель установить staging. А во вторую панель модуль автопилота. Wait for включает ожидания. Бездействие до определенного момента. К примеру до достижения высоты в 2000 метров. А затем идет следующее по списку действия. Для примера я напишу простой сценарий. Ракета-носитель должна вывести спутник на орбиту в 75 км. А затем приземлиться обратно на Кербин. Рядом с Кербал спейс центром. Я буду добавлять паузу в 5 секунд между каждым действием. Чтобы их было проще отслеживать. Первое действие будет активировать следующие по списку ступень. Это пусковая мачта и двигатель. За этим следует модуль Ascend Guidance. Который выведет ракету на орбиту. По завершении работы Ascend Guidance. Ракета уже будет на стабильной орбите. А значит нужно отстыковать полезную нагрузку. И запустить модуль посадки. Опять добавляем действие отстыковки следующей ступени. Защитного обтекателя уже не будет. Его должен будет сбросить модуль Ascend Guidance. Поэтому активируется следующая за ним ступень. После добавляем модуль Landing Guidance. И сценарий готов. Причем по kasih. У нас есть сочин quite a few, я буду добавлять цветов. Причем правильней манерpped платью к доucyerам. Это уже приятность укрыта görd Metro дизайн в нем не в太 Chara Bessorts. Но для соколбингажного толков его можно говорить о нигде. Ухариваюсь по собственной More be with a discount path. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Параметр Scale изменяет размер окон, а при включении этого параметра перемещать окна станет возможным только зажав верхнюю шапку UseUpLauncher включает и отключает отображение иконки мода HeightMenuButton скрывает быстрое меню MechJab, а ниже меняется его расположение. Здесь можно изменить количество столбцов окон. Модуль Smart ISS стабилизирует корабль, так же как делает это бортовая система автоматической стабилизации, но с более расширенными возможностями. Модуль особенно будет полезен аппаратам, у которых нет системы автоматической стабилизации. Off – выключение модуля стабилизации KillRod – избавиться от любого вращения Node – нацелиться на узел маневра Мод – это режим работы стабилизации, всего их четыре Orbita Поверхность Target Цель ADV Настраиваемая стабилизация Smart RCS – это небольшой помощник для контроля двигателя RSU При включении этого параметра двигатели RSU будут использоваться для движения Работает только когда основные двигатели ракеты выключены или в баках закончилось топливо Use RCS for Rotation Использование двигателя RSU для вращения Еще один параметр появится после выбора цели Ваша скорость относительно цели будет нулевой Аппарат как бы прилипнет к цели на том расстоянии, на котором вы активировали эту функцию Модуль Translation управляет дроссельной заслонкой и контролирует скорость спуска или подъема аппаратов с реактивными двигателями А также позволяет зависать над одним местом, что с ручным управлением выполнить просто невозможно Кнопка OFF выключает модуль Keep Orbit – удерживание орбитальной скорости Keep Surface – сохранение поверхностной скорости Keep Vertical – сохранение вертикальной скорости подъема или спуска Это контроль устойчивости – зависание на месте Ниже – Speed – скорость набора или сброса высоты Можно изменять на 1 метр в секунду, нажимая на плюс или минус 0 сбрасывает значение В этом окне вводится значение скорости с клавиатуры Кнопкой Execute оно подтверждается Режим паника активируется, если что-то пошло не по плану Включается полная тяга двигателей и стабилизация ориентации аппарата После активируется режим посадки Выпускаются посадочные стойки и выполняется посадка Из интересного могу заметить, что с Keep Surface на лунах с малой гравитацией возможно летать как на самолете Управление очень удобное и отзывчивое А ракета с работающим Keep Vertical вообще завораживает В окне утилит содержатся вспомогательные параметры Здесь можно развернуть или свернуть все солнечные панели и антенны на станции Можно, чтобы солнечные панели и антенны сами разворачивались по достижению безвоздушного пространства Можно включить автоматический сброс пустой ступени ракеты и запуск двигателя следующей ступени При этом контроль над ракетой будет по-прежнему у вас Утилиц Limit Q – ограничивает ускорение, если превышено указанное давление Prevent Engine Overheats – предотвращает перегрев двигателей Limit Acceleration 2 – ограничивает ускорение до Limit Throttle 2 – ограничивает тягу до Keep Limit Throttle Over – ограничение дросселя на указанное значение Electric Limit Low – лимит электроэнергии Не зная, что точно делает этот параметр, возможно включается режим гибернации при низком разряде батарей Smooth Throttle – включает плавный дроссель тяги Auto Deploy Solar Panels – включает автоматическое развертывание солнечных панелей А ниже можно развернуть или свернуть все солнечные панели на аппарате Все то же самое и с антеннами Auto Stage – сбрасывает пустые ступени Auto Stage Once – это кнопка разового сброса ступени Warp Helper – это помощник ускорения времени С ним можно быстро и с огромной точностью перематывать время до любого события, точки или маневра Warp Two – это меню, в котором можно выбрать до какого определенного момента или периода будет ускорено время Ускорить до перецентра, апоцентра, маневрового узла, начального входа в зону притяжения планеты или спутника На определенное время Фазовый угол А это момент, в который ускорение времени должно остановиться, а двигатели должны включиться Скорость аппарата гасится ровно в момент касания поверхности У меня не получилось проверить этот параметр на всех планетах Но, допустим, на Кербине автоматическое ускорение времени отключается по достижению высоты в минус 70 тысяч метров А этот параметр, скорее всего, работает на лунах, так как там нет атмосферы, об которую можно затормозить И ускорение времени отключается слишком поздно Так что если у аппарата плохая тяговооруженность, может не хватить высоты для полного сброса скорости Для этого и нужно использовать этот параметр И последний параметр ускоряет время до обхода в атмосферу В Лиат Тайм задается время выполнения Варп активирует ускорение времени Квик Варп запускает быстрое ускорение Это пауза ускорения В первую очередь окно Дель ТВ Статс нужно использовать в ангаре Еще на этапе постройки ракеты В этом окне отображаются данные о каждой ступени ракеты, времени ее работы, минимальной и максимальной тяги Stage, номер ступени Start Mass, начальная масса ступени с топливом End Mass, конечная масса ступени, но уже без топлива Staged Mass, общий вес ступени Burned Mass, вес топлива в ступени TVR, тяговооруженность ступени Max TVR, максимальное соотношение тяги к весу SLT – это соотношение тяги к весу от уровня моря. MAX SLT – максимальное соотношение тяги к весу от уровня моря. ISP – удельный импульс. Atmo ΔV – ΔV в атмосфере. VAC ΔV – ΔV в вакууме. E-Time – время работы ступени. Orbit.Info показывает данные о текущей орбите аппарата. Orbital Speed – орбитальная скорость, аппоцентр, перецентр, орбитальный период, время до аппоцентра, время до перецентра, наклон орбиты, эксцентриситет. Angle to Prograde, наверное, должен показывать угол относительно направления движения небесного тела и положением аппарата на его орбите, но работает этот параметр довольно странно. Окно Surface Info отображает данные о поверхности, время над уровнем моря, высота над поверхностью, тангаж, направление, крен, скорость относительно поверхности, – вертикальная скорость, горизонтальная скорость и координаты. В окне Vessel Info отображается информация о судне – Max Acceleration – максимальное ускорение при старте ракеты. Далее по мере выгорания топлива скорость будет увеличиваться. А это значение нужно для того, чтобы понять насколько быстро ракета будет взлетать на начальном этапе. Current Acceleration – текущее ускорение ракеты. Max Trust – максимальная тяга. Указана тяга ступеней, которая активируется в первую очередь. Vessel Mass – общая масса судна. Surface TVR – это тяга вооруженность, соотношение тяги двигателя к весу ракеты. Если вы на кербине, а значение меньше единицы, то ракета не взлетит. Crew Capacity – места для экипажа. Общее число доступных мест, куда можно посадить или где уже сидит кербонавт. Спасибо всем, кто помогал разобраться с Мехджеб. Отдельное спасибо Кириллу Петрянкину за оказанную помощь в написании руководства и поиску ошибок. Это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...